Сегодня в Волгу в районе Лыскова выпустили больше миллиона личинок щуки. Зарыбление щукой происходит уже третий год подряд, причем сейчас больше даже по просьбам рыбаков. За процессом наблюдала Майя Ленова. Свободное плавание и из неволи личинки щуки отправляются в совсем юном возрасте. Сейчас им не более 5-6 дней. Только в одной такой бочке соседствует порядка 200 тысяч молодых особей. Всего же новое место жительства в Волге обретут больше миллиона личинок. Но приживутся в воде далеко не все. Выживут сильнейшие. Их теологи констатируют от 1 до 3 процентов. Но и этот показатель достаточно высокий. От каждой самки, от нескольких участвующих нерестей самцов, собственно, сколько их популяций существует на одну самку, за эти все поколения, она, скажем, дает порядка 2-3 миллионов икринок. Эта самка из этих 2-3 миллионов икринок получается примерно 3 рыбины. 2,5-3 рыбины. А у нас проценты. Это 2-3-4 порядка выход выше. Все-таки вот отподращиваем. Поэтому мы это и делаем. Впрочем, профессиональные секреты, как повысить шансы личинок на выживание, все же есть. Главное – соблюдать несколько условий. Места для зарывления выбирают специально. Как правило, выпускают личинки в белководные заливы, там, где безветренно, а рядом находятся укрытия. Небольшие густы или дрова. Для того, чтобы личинки могли там спрятаться и адаптироваться, не став при этом формом для других рыб. Перед тем, как выпустить личинки в воду, им дают привыкнуть к температуре речной воды. Главное – не выпускать все личинки сразу в одном месте. Иначе могут проявиться инстинкты хищника, присущие щуки. И личинки начнут поедать друг друга. Возрождают рыбный промысел в регионе за счет тех предприятий, которые нанесли урон экосистеме области. Кстати, зарыблением щуки занимаются всего третий год. Если раньше зарыбляли в основном толстолобиком, белым амуром, то есть травоядными видами рыб для очистки, то последние годы стали ориентироваться больше на рыболов-любителей. Потому что очень большой прессинг идет рыболов-любителей на такие виды рыбы, как хищник в основном. Спиннингистов стало очень много. Судака, щуку здорово выбивают спиннингами. И поэтому на это ориентируемся, зарыбляем в основном личинкой щуки. Уже этим летом выжившие особи должны значительно набрать весе – порядка 200-300 граммов. Однако уловом рыбаков-любителей подросшая щука может стать лишь к следующему году, когда ее размер будет не меньше килограмма. Моя Оленова, Сергей Тараканов, Вести, Приволжье.